Музыка Горох Отличная добавка для ловли всякой белой рыбы в любых условиях Сегодня хочу я рассказать про то, как готовлю горох Для ловли на реке Основной рыбой, которую я собираюсь привлечь в данной добавке Является, конечно же, лещ Но нужно учитывать, что великолепно на эту добавку реагируют также и карась И сазан, и другая более-менее крупная рыба Задача создать крупную, тяжелую, равномерную фракцию Которая бы могла противостоять течению Не подвергалась нападкам мелкой густеры И дождалась крупной рыбы и удерживала бы ее на столе При этом фракция должна быть декоративной Обычный горох в половинке я беру из пакета 350 грамм 300-350, то есть, грубо говоря, треть пакета Промываю, то есть здесь у меня уже промытый горох Далее я должен горох замочить Для чего это делается? Добавляю 800 миллилитров воды на 300 грамм гороха Это будет вода, в которой горох будет замочен И в ней же он будет впоследствии вариться Замачивание производится для того, чтобы половинки набухли И впоследствии они будут равномерно провариваться Если их не замачивать, а поставить сейчас сразу на огонь вариться То внешняя оболочка разварится, а внутренняя остается сырой Впоследствии, при перетирании через сито Таким образом сваренный горох будет очень неравномерным То есть будет жидкое пюре из оболочки и твердые частицы В итоге мы получим липкую массу А мне нужна рассыпчатая, зернистая, твердая гороховая фракция Горох сваренный, замоченный горох сваренный Имеет вид цельной половинки, которая раздавливается при нажатии пальцем Должно замачиваться все это дело в районе 4-5 часов То есть я вот это все залил водой Оставляю на 4-5 часов и через 4-5 часов продолжу Прошло 4-5 часов Мой горох набух, потянул водичку в себя Он стал крупнее, изменил цвет, посветлел И если взять сейчас и попытаться сжать половинку Она приобрела на ощупь такую текстуру твердорезиновую То есть она уже чуть-чуть ее даже можно сжимать Она не такая каменная, как в сыром виде Теперь сюда мне осталось добавить еще воды для варки Потому что часть воды горох уже потянул в себя И усилить вкус Усилить вкус можно посредством добавления сахара и соли На данный объем я добавлю 2 столовых ложки сахара И чуть меньше 1 столовой ложки соли Такой сладко-соленый вкус гороха И явно придется по вкусу моим долгожданным лещам И они будут в восторге Все, смешал, в воду добавил Теперь мне это нужно все дело поставить и начать варить Ставлю на печку Ставлю на полный огонь Дожидаюсь, когда вода закипит После того, как вода закипит, нужно обязательно следить за тем Чтобы пена, которая образуется во время варки Не выходила за пределы емкости Чтобы не испачкать печку, кастрюлю И не превратить кухню в нечто неописуемое И после закипания ставлю огонь, уменьшаю И начинаю периодически перемешивать Чтобы половинки не прилипали к дну кастрюли И слежу за тем, чтобы пена не поднималась выше Пену можно собирать и удалять из кастрюли в умываль Минут через 15-20 можно будет проверить горох на готовность То есть ложечкой достать парочку горошина И попытаться сжать половинку Приготовленная горошина будет иметь цельный вид Но при этом при нажатии пальцем, при сдавливании Она будет давиться Этот горох готов Тогда его можно будет уже выключить И перетереть через сито Если горох не будет давиться То нужно будет продолжить процесс варки Варим Субтитры добавил DimaTorzok Процесс варки завершен Я слил воду посредством сито И сейчас слегка остужаю мой горох Как видно, он получился зернистым То есть половинки имеют цельную форму, как и до варки Но при этом приготовлены таким образом, что при нажатии они разрушаются Их можно размять Далее, после некоторого охлаждения Небольшого Я сейчас этот горох протру Через 4-мм сито Для протирки очень хорошо подойдет банка Из-под пластиковой банки В данном случае, из-под аромикса Почему? Потому что если тереть руками Во-первых, необходимо работать только С холодным горохом Этот горячий Я обожгу руки А так можно даже горячий горох протирать Сразу после приготовления И, ко всему прочему Когда трешь горох через сито Достаточно твердый Ну то есть он же не разваренный Там прям в пюре Пальцы натираются сильно А пластиковый торец Донышко Этой поклажки Очень хорошо подойдет До этой процедуры Об край сито Аккуратненько Прям так не край А тут угловая такая часть Вот есть Воронки Самой сито Ну вот так вот Плавно я Перетираю Такой способ перетирания Позволяет мне Получить Ровную Фракцию Плюс Я не натираю себе пальцы Между руки И могу Слуконно перетирать Любое количество горок Через него Если же Необходима фракция Более мелкая Например Если речь идет о рыбалке По более мелкой рыбе Или же Необходимо ловить В стоячей воде Там где Более легкая фракция работает Подлещика ловить Такое все Можно использовать Мясорубку Блендер Ну и подобное Но я как бы По привычке Делаю это таким образом Почему? Потому что Зачастую горок Приходится варить Не на кухне Вот так вот В таких комфортных условиях А на печке Прямо На баллоне На газовом На природе Вот Поэтому Там Как бы Особого там Способа измельчения Кроме как вот такой вот Найти трудно Но он Как видно Весьма эффективен Постепенно Часть гороха Уже перетерта Немаловажным преимуществом Варки гороха Таким способом Замачиванием Является тот факт Что когда варишь его на природе Получается Существенно экономить запас Газа В баллоне То есть Можно даже на Кавеевском баллоне На многодневной сессии Варить горох Достаточных количеств Потому что Как не всегда Там например Ловишь даже леща бывает Так что Горох Приходится готовить И для ловли карпа Есть водой На которой карпа Великолепно отзывается На горох Стоит обратить внимание На то что Засыхая горох Превращается в достаточно Твердую текстуру Приобретая Поэтому После Приготовления И точнее Протирки Вот этой вот сито В течении Получаса Желательно Как следует Отмыть Потому как Потом он засохнет И Процесс Это будет Затруднен Так Я протер Сито Помою Несколько позже Горох Перетерт У меня получилась Достаточно Сухая Нежидкая Равномерная Фракция Рассыпчатая Это тяжелая Текстура Для Прикармливания Леща Для использования Прикормки Одним еще Из дополнительных Смыслов Именно такой Текстуры Является То что Тогда такой Горох Минимальным Образом Будет Влиять На общую Механику Смеси То есть Он не будет Делать ее Сильной Липкой Вот То есть Можно будет Уже Работать С готовой Прикормкой Не думая О том Что Динамика Прикормочного Стола Нарушается То есть Он начинает Меньше Пылить Так Теперь Еще Один Интересный Прикольчик Часть Гороха Отсюда Я Помещаю В емкость Грубо говоря Получившийся Объем Готового Гороха Делю Напополам Забегая вперед Скажу Что Горох Лучше Вот так Приготовленный Добавлять Прикормку Порционно Не сразу Сыпать В корм При замешивании Одержать В отдельных Лемкостях И Щепоточками Такого Приблизительного Размера Можно чуть Больше Прикормку В кормушечку И пробкой На точку Есть Оставшийся Горох С ним Я произведу Одну Интересную Процедуру Существует Такая штука Называется Барвник Яскравый Червоный Барвник Для кондитерских Вырубит То есть Это Жидкий Краситель Для Выпечки Я сейчас Сделаю Часть гороха Желтой А часть Гороха Будет Красной Небольшое Количество Наливаем И Перемешиваем Текстура Гороха Такова Что Если Таким образом Покрашенный Горох Я оставлю В течение Ночи В холодильнике Красная Краска Пытается Глубже Чем Поверхностную Оболочку Сейчас Пока Если он будет Некоторое время Красным Внешне На внешней оболочке Покрасится Внутри он будет Желтым Но буквально Уже К завтрашнему Дню И Остальная Часть Гороховой Фракции Внутренняя Потянет В себя Краситель В итоге Я получаю Красивый Нарядный Красный Декоративный Горох И Классический Желтый Как еще Удержаться И не попробовать Содержимое Моего Прикормочного Пятна Я даже Не знаю То есть Порционно Такого Такого И смотреть Что работает Лучше Данный краситель Не имеет Никакого Вкуса И там Запаха То есть Он Нормально Воспринимается Рыбой И получается Вот такое Декоративно Можно сказать Гороховая Постанчина Ну что Друзья Я надеюсь Что Этот рецепт Поможет вам Ловить Еще больше Лещей Чем раньше Но у меня К вам огромная Просьба Ребят Выпускайте рыбу И помните То что Убили и съели Больше Не поймайте Никогда Редактор субтитров